Ну а сейчас обо всем подробно. 1700 обращений граждан в полицию, 97 выездов пожарных по сигналу тревоги. Что еще произошло в округе на минувшей неделе, рассказали руководители структурных подразделений и органов администрации на еженедельном оперативном совещании. Традиционно еженедельное совещание открыл Евгений Романцев. Начальник Люберецкого межмуниципального управления доложил, что за минувшие 7 дней за помощью в полицию обратились 1700 граждан. По 32 заявлениям возбуждены уголовные дела. Личный состав готовится к проведению праздника Победы. Работаем в усиленном варианте. Никаких таких громких преступлений в районе совершенно не было. В усиленном режиме в преддверии главного праздника страны работают и люберецкие огнеборцы. Помимо этого они осуществляют и еженедневные задачи. Так, на минувшей неделе пожарным пришлось совершить 97 выездов по сигналу тревоги и участвовать в ликвидации 6 пожаров. Три из которых произошли в жилых квартирах, один в сауне, один в частном гараже. Один раз оказывали помощь Раменскому муниципальному району, соседям, коллегам из Раменского гарнизона. Также осуществили 11 выездов на пал сухой травы. Совместно с сотрудниками администрации управления ГУЧС составлено 20 административных протоколов на физических лиц. Неспокойной выдалась неделя и в сфере ЖКХ. Аварийные ситуации коммунальщикам пришлось разрешать на электросетях в Люберцах и на трубопроводе в Томилине. Кроме того, в округе продолжаются работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Ведутся работы на 10 кровлях. Это ведет работа ЛГЖТ. Также Твин ведет работу на 3 кровлях. Срок завершения работы до 1 июня. Также ООО «Твин» продолжает работу по капитальному ремонту многоквартирных инженерных систем в 12 МКД согласно утвержденному графику производства работы. Также в своем выступлении Алексей Бодров рассказал, что на сегодняшний день по программе «Мой подъезд» уже сделано 230 входных групп в 61 доме Люберецкого округа. А это 17% от общего объема запланированных работ. Ремонтируются в муниципалитете также городские и региональные дороги. Автомобильная дорога Зенина-Павлина закончена на 80%. Москва-Жуковский-Малаховка готова на 90%. Малаховка-Электропоселок тоже готова на 90%. И проводятся работы на Москва-Егорьство-Макасимов. В настоящий момент работа выполнена на 45%. Стоит отметить, что ямочный ремонт подошел к своему завершению. На минувшей неделе дорожники заделали заключительные 74 ямы площадью 125 квадратных метров. Теперь на проезжих частях округа проводятся плановые работы. Кроме того, на совещании обсудили проведение приближающегося Дня Победы. В городском округе пройдет парад Победы. Состоятся памятные митинги в этот день. Возложение цветов, концерты, спортивные мероприятия. Основным событием станут шествия бессмертного полка. Колонны с участием пройдут по главным улицам городского округа. И завершится по традиции День Победы праздничными салютами. Празднование в округе стартует в 10 утра. Анна Троян, Дмитрий Родзенко и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе. Ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.